После визитов в шесть арабских стран госсекретарь США Энтони Блинкин вернулся в Израиль для переговоров по регулированию конфликта с Хамас. Ожидается, что в следующий раз официальный представитель США проведет переговоры с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяхом. Следует отметить, 12 октября Блинкин совершил визит в Израиль, затем визит в Иорданию, Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Египет. С ситуацией на Ближнем Востоке обеспокоен Евросоюз. Президент Совета ЕС Шарль Мишель заявил, что в связи с сложившейся ситуацией будет проведено экстренное заседание организации в онлайн-формате. Глава ведомства остановился на последствиях конфликта для всех, включая Европейский Союз. Этот конфликт может иметь серьезные последствия для безопасности наших сообществ, усилить напряженность между обществами и способствовать развитию экстремизма. Наконец, существует риск миграции большого количества людей в соседние страны. Между тем, как сообщает наш специальный корреспондент, командированный в Израильке Амель Эльдарулу, большое количество людей, желающих покинуть сектор газа, собралось на погранично-пропускном пункте Рафах границы с Египтом. С другой стороны, также на границе с Египтом застряли десятки грузовиков с гуманитарной помощью. Израильская сторона хочет проверить все направляющиеся в стороны сектора газа автомобилей на отсутствие в них военных грузов. Хотя распространяются сообщения о возможном временном открытии КПП, египетское правительство не намерено его открывать без гарантии безопасности для своих сотрудников. Юлия Аргетамова, Новости АСТВ.